Доктор Академский, отец отец, предыдущий кафедры, персонал, Крымский федеральный университет, сбывший в Украине, возможно, вы расскажете, что это произойдет. Уваживший на юбилею, по-моему, профессоры были, мы общались. Совершенно верно. Так что, представляете, как вы видите. Заведующий кафедры, тоже доктор, соответственно, заведующий кафедры манкетинга и исследования рынка, университет в Кушалине, в Польше. Владимир Деганев. Наша очаровательная женщина в этой делегации, она тот кандидат экономических наук, по-нашему, доцент, заместитель декана экономического факультета Щетинского технологического университета. Иван Герник, декан экономического факультета Щетинского университета, законно-поморского, законно-поморского технологического университета в Щетине, Барташ Мицкевич. Павел Александрович, доктор, исключитель наук, профессор. Но я, правда, молодой, работаю только год, домой пошел, а вот так получилось, но я рад приветствовать вас в Сенат Соверший Агромный УЗА, как мы говорим, Европа и страны соберем, потому что наша академия была основана в 1842 году, в этом году, в сентябре, мы будем отмечать свое 175-летие со дня образования, 175 лет. Я надеюсь, что вы тоже будете гостями у нас в юбилее. Президент нашей республики Беларусь Александр Борисович тоже дал согласие участвовать в торжественных мероприятиях, у него программы записаны. Я надеюсь, что мы будем встречаться и в 25 сентябре. Но, в принципе, вы нашего хозяина хорошо знаете, потому что вы тоже были у нас раньше, да? Первый раз? Первый раз, да. Первый раз, да. Но не было экскурсии вот сейчас. А, то есть показали, рассказали, что вы не очень действовали, как это было. Тогда мы будем терять время, а, в принципе, я бы хотел, чтобы вот такая встреча, она проходила у нас один раз в год, нам надо чаще встречаться, только вместе мы сильны. А в связи ученых, педагогических работников, в принципе, нечего делить. У нас единая цель – это готовить высокоперекционные кадры и готовить научные кадры, то есть ученых молодых. Вот самое главное. И никакой политики не должно быть, потому что мы давным-давно этим занимаемся и с Польшей у нас, говоря, в самой теснейшей связи, благодаря, конечно, профессору Крезину, ну и профессору Бартыку Лапчеву, я его зовут, так, или Павелу Лапчеву. Ну, не важно, побудьте молодым. Хотя вы уже у нас давно-давно, и мы как-то привыкли к вам, не обращая внимания, что вы в гости, а вы как наш, потому что, ну, в принципе, он же является официально почетным доктором Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. А поверьте, это не каждому дано такое высокое звание. И мы гордимся, что у нас есть и в Польше, хотя в Польше представителей, я думаю, где-то около 10 человек имеют почетное звание Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Если всех собрать, то надо, конечно, стол пошире, вот, и хороший стол. Я думаю, что на юбилей мы будем приглашаться. Ну, и хотелось бы отметить, что профессор Клейдин, это как координатор вот всех программ, которые связаны с Республикой Польши. Поэтому он начинал еще с Мисквевичем Старшим. У нас хорошие связи налажены. Вот. И, в принципе, то, что делается, это дорого стоит. И я считаю, если каждый будет так работать, какой-то профессор Клейдин, не забывайте. Мы можем много достичь хороших результатов и много сделать для наших стран. Ну, а климат уже наш получается. Поэтому я рад встрече с вами уже второй раз. Вот. И вы много рассказывали. И, в принципе, будем встречаться и будем работать, и будем друг другу помогать. Ну, и самое главное, что мы не заключили договор еще. Так надо его обновить, естественно. Вот здесь подготовлены у нас договора. Поэтому есть предложение давать ему описально эту процедуру выполнить. Так, и третий экземпляр. Теперь вы обмениваете. Нет, папка не обменивает. Сейчас, сейчас. Мы еще подпишем один экземпляр. Вот, а сейчас мы официально. Но надеемся, что наша... Теперь остается на городской территории еще встретиться. Нет, этот договор должен работать. Так и работать эффективно. Для вашей университеты и для нашей академии. Надеемся, что хорошее знаковое событие, тем более у нас в горках, именно в мае. А у нас в горках, в мае, очень великие события будут девятые. Так, это 70-летие Великой Отечественной войны. Вот. Это большой праздник, поэтому мы будем праздновать и знать, что вы с нами. Спасибо. Спасибо.